Всем привет, ребят! С вами Сузанна, и о как же давно не было нашей самой любимой рубрики с сравнением разных материалов. Для этого я нарисовала два, ну более-менее одинаковых рисунка, чтобы именно на них мы сравнили мои новые карандаши, которые у меня появились совершенно неожиданно только из-за красивых упаковок. Так, смотрите, обе пачки у нас именно с пастельными, такими нежными оттеночками карандашей, но главное отличие в том, что на одной из них написано то, что эти карандаши и стираются терками, или же ластиками, которые также находятся с обратной стороны каждого карандашика, но мы это посмотрим немножечко позже при распаковке. Вторая пачка уже совершенно другого производителя, но тут, по-моему, вообще одинаковые оттенки, вот прям один в один. Написано опять же 12 штук, набор цветных карандашей с теркой. Но то, что они ею стираются, уже никаких упоминаний нет, так что я думаю, они должны быть другими. Ну что, давайте наконец-таки откроем первую упаковку. Блин, они так красиво выглядят, у них настолько утонченные, такие прям супер пастельные оттенки, ну прям вау. Тут тоже указано то, что эти карандашики стираются терочками, у меня подобные есть, но я ими только скетчу. Вот скажите, выглядят они просто потрясающе, ну мне прям очень нравятся, прям дорого-богато. Ну и вторая упаковочка, мне кажется, это буквально один в один. Только лишь за исключением вот этой вот выбитой надписи, мне кажется, даже у них стерочки одинаковые. Это буквально на списываю, но не точь-в-точь, похоже не получилось. Ладно-ладно, прежде чем делать такие заявления громкие, давайте попробуем сделать сводчи и посмотреть, может быть они действительно на практике-то отличаются. Сначала я хочу убедиться, что первый набор карандашей, как и заявлен, должен стираться резинкой. Да, это действительно так, они просто идеально стираются ластиком. Смотрите, где я очень сильно давила на карандаш, там чуточку-чуточку видны какие-то вмятинки, а где совсем не давила, там полностью начисто стерлось. Мне кажется, это эффект просто супер. Теперь давайте глянем второй набор, я возьму точно такой же оттенок, по-моему он вообще идентичен, ребята. Он реально буквально на 100% полностью повторяет левую сторону. Естественно, конечно же, даже из-за того, что они там не написали, то что они стираются ластиками, это было сразу понятно. Если на этой стороне ластик, то почему он не будет им стирать? Короче, я не то что прям удивлена, но мне немножечко поразил тот факт, почему они не написали об этом, но карандаши как бы исполняют эту функцию. Ну ладно. Так, давайте тогда уже приступать с первого набора, посмотрим, каковы же они в рисовании. Возьму, пожалуй, для начала желтенький. Слушайте, ну он меня на самом деле очень-очень сильно порадовал, потому что он казался не пастельным, а прям супер яркий. Очень классный оттенок и плюс того, что если мы, например, вышли за контур, можем абсолютно с легкостью потереть той самой резинкой на другом конце карандаша, и у нас ничего не будет видно, буквально офигенно. И еще мы можем, например, высветлять блики. Нам уже не нужен белый карандаш, белая ручка или какие-то краски. Чтобы сделать высветление, просто фигачим этой резинкой и все. Стирается абсолютно до нуля. Но, ребят, радость моя так же быстро исчезла, как карандаш после стерки. Вы только посмотрите на этот розовый цвет. Что? Просто что? Я не знаю, почему он такой бледный. Он даже не пастельный, он тупо бледный. Он вообще не красит. Честно говоря, я прям очень сильно расстроюсь, потому что, ну, до этого я эти карандаши не тестировала никак. Я думаю, вы видите их носики, потому что они абсолютно новейшие. Ни один из них я не брала, не делала сводчи. И вот именно с вами решила сделать. Блин, на самом деле, что это? Просто не понимаю. Желтый, вот крутой. Вот действительно видно, он такой мягкий, классный. Но розовый, какие-то другие оттенки. Они вообще бледные. Ими даже и скетч делать невозможно, потому что их не видно. Знали бы вы, кажется, сильно я давила на эти карандаши, чтобы получить хоть какой-то пигмент. Не говоря уже о каком-то повторном нанесении, повторном наслоении, какими-то другими цветами. Потому что, если я вот, например, раскрасила ей щечки, я хочу добавить их, сделать их немного розовее. Ничего не получается абсолютно. Нужно просто стирать первый слой и наносить уже розовый. Но, блин, я этого делать не буду, потому что это будет слишком видно, слишком не очень. Ну и, конечно же, можете не писать мне в комментариях всю. Ты сделала ей голубое платье, а оно же красное. Голубой ободок, но он на самом деле красный. Да, ребят, я об этом знаю. Просто посмотрите на наш ассортимент. Вы видите здесь красный? Я тоже не вижу. К сожалению, тут какие-то телесные оттенки, какие-то светло-оранжевые, фиолетовые. Но, к сожалению, красного вообще нет. Знаете, единственное, я не понимаю, зачем они впихнули сюда белый цвет, если он вообще не белый, то есть он совершенно не красит. В нем нет белого. Вот лучше бы они сделали либо черный, такой, знаете, темно-темно-серый, тоже пастельный, ну, либо же красный. Вот красный был бы прям в точку, либо какой-то малиновый. Но здесь ничего такого нет. Короче, по итогу странный, на самом деле, результат получился. Она не пастельная, она просто бледная. Быто вы знаете, вот я раскрасил рисунок, и он со временем, где-то спустя месяц, лежал на подоконнике и просто выцвел. Вот такой вот результат. Ну ладно, ничего страшного. Давайте попробуем вторую нашу упаковку с карандашами. Может быть, эти будут ярче. Все-таки это же разные фирмы, я надеюсь, что и качество карандашей тоже будет, ну, хотя бы, хотя бы как-то отличаться. Не все же они с одного завода, ну. Так, видите, я начала уже не со звездочек, чтобы не портить себе дальше психику. Давайте начнем с глаз, потом сделаем ей мордочку, волосы и все остальное. Знаете, в какой-то момент мне показалось, что эти карандаши все же чуточку-чуточку ярче и немного как-то более плавно, что ли, наносятся. Ну, какое-то вот преимущество у них все-таки присутствует, но только небольшое. Но если так посудить, если смотреть уже на конечный результат, вот, что мы раскрашиваем, мне кажется, что они плюс-минус похоже выглядят. Как бы сильно я ни давила, они все равно слишком светлые, слишком странные. Они, знаете, вот такое ощущение, будто бы это не пигмент, а это какое-то месиво, которое состоит из грифеля и стиральной резинки. Потому что, когда мы терочкой прикасаемся к нашему готовому рисунку, он, знаете, он будто сцепляется с этой стиралкой, и они просто отходят вот так вот вместе. Понимаете? Я не знаю, как это объяснить, но, короче, этим 100% невозможно ничего нормально раскрасить, потому что это вообще не имеет никакого цвета. Мне кажется, даже обычными мелками, либо какими-то тенями детскими, какими-то стрёмными, можно было даже раскрасить более ярко. Помню, в прошлом году я покупала себе похожий наборчик, только он был в тканевом тубусе. Я тогда вообще не знала, что это карандаши для того, чтобы делать скетчи, какие-то наброски, и с легкостью это все стирать, если что-то не получилось, либо ты просто делаешь лайн, и потом все стираешь. Вот, но они у меня были очень такие яркие, точнее, они у меня есть, я ими до сих пор пользуюсь, но только в плане набросков. И вот даже они рисуют намного ярче. Здесь я что-то не понимаю этого прикола, почему на обложке из самой упаковочки именно нарисовано то, что ими можно раскрашивать. Зачем? Зачем? Ты просто берешь, покупаешь себе набор карандашей, плюс они стоили не так прям дешево. Можно было купить аналог, который действительно нормально рисует. Это, ребята, абсолютно только ради набросков. Раскрашивать ими не получится. Ну, или у вас выйдет что-то типа такого результата. Я думаю, это результат вообще не очень. Короче, как бы я ни старалась давить на эти карандаши, как бы я ни старалась сделать это все ярче, более насыщенное, у меня ничего не получилось. И если мы поставим два рисунка рядом, то вы можете заметить, единственное, единственное буквально отличие, это ее платье. С правой стороны платье выглядит чуточку-чуточку ярче, чуточку темнее, можно так сказать, и все. Мне кажется, и в розовом цвете, ну и желтые тоже смотрятся оба ярко. Я не знаю, почему желтые сделали ярким, а синий тут же нет. В общем, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой рисунок вам нравится больше. Ну, в плане, какой набор карандашей вам нравится больше. Есть ли здесь отличия, может быть, я их сама не замечаю. Поэтому, ребят, всю информацию пишите в комменты. Ну и, конечно же, если вы хотите, я могу сделать вторую часть с этими карандашами, но только использовать уже их прям по назначению и показать, какие преимущества у них есть, когда ты делаешь ими именно скетч. Ну, а на этом было все. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, чтобы поддержать мое творчество. И не забывайте, что новое видео выйдет очень-очень скоро. Всем большое спасибо и до скорых встреч!